Прошедший накануне дождь значительно осложнил жизнь красноярцам. Сначала испытали на себе действия стихий автомобилисты. Портал Яндекс.Пробки оценивал дорожную ситуацию в 8 баллов, что не свойственно для лета. Другим жителям города дождь и вовсе затопил дома. Тему продолжит Олеся Рожкова. Всего за час улица Ады Лебедевой превращается в море. Автомобилисты пересекают ее на свой страх и риск. Но не все машины достигают суши целыми. Вот по этой луже проехал. Видимо, что такой объем воды, что оторвало под дом. Все, не едет больше? Сейчас сделаем, поедем дальше. Защиту отрывает и все. Как так? На луже едешь, если плохо прикреплена, отрывает защиту. Лужи на Ады Лебедевой, на Калинина, на 78-й добровольческой бригады на проспектке Мира. В других районах. Непривычные для середины лета и заторы. Сервис Яндекс.Пробки оценил их накануне вечером 8 баллов. Люди стояли в заторах и в 9 вечера. Коммунальные службы, не покладая рук, откачивали воду. В том числе и сегодня утром. Не выдержали испытания дождем и электросети. Света не было в Покровке, Солонцах, Свердловском и Октябрьском районах. Специалисты уверяют, всему виной упавшие деревья и ветки. После часа ожидания свершается чудо. Вот уже два дня как отключают. На какого-то это за дождем? Может быть. Офиг с линолем. Линолем лежал на полу, да? Да, у нас линолем здесь был. Мы его отрывали туда. Наверх на крышу, чтобы не протекало. Пока одни мокнут на улице, других заливают в квартирах. Еще в апреле этого года в доме 127 на улице Лесная сгорела крыша. Тогда администрация обещала восстановить ее в кратчайшие сроки. Спустя 4 месяца вместо крыши полиэтилен. В потолке дыры, стены в копоти, штукатурка сыплется, проводка в печальном состоянии. Из-за сырости в доме завелись двуххвостки. Деньги выделили на крышу. Выделили еще в начале июня. Но, как видите, крыши до сих пор не сделаны. Приезжали к нам подрядчики сюда, сказали, что это очень маленькая сумма, которую выделили. Никто не берется это делать. Сумма – это 888 тысяч рублей. И странное совпадение. Только сегодня, спустя 4 месяца, определилась та компания, что будет ремонтировать крышу. По условиям договора, завести материалы и приступить к работе она должна в течение трех дней. А это уже крыша дома Триана улицы Керенского. А на крыше лужа. И за весь день она так и не высохла. Неудивительно, что у людей на девятом этаже с потолка бежит вода. Что примечательно, в этом месте на крыше ничего похожего на сток или водоотвод мы не нашли. Разводы на потолке и обоих у жителей девятого этажа остались после вчерашнего дождя. Управляющие компании «Северо-Западная» говорят, крыша не ремонтировалась с 2006 года. Жильцы же уверяют, в прошлом году здесь велись ремонтные работы. Сделили новый кровельный материал. Осмотреть крышу и оценить ущерба дождя коммунальщики обещают только завтра. И судя по прогнозам погоды, автомобилистам придется привыкать. Не ездить, а плыть. Синоптики обещают дождь сегодня, завтра и на следующей неделе. Начиная со вторника. Олеся Рожкова, Светлана Овсянникова, Евгений Шестаков, Сергей Раков. 7 канал. Новости 24.